Вы знаете про эмоциональную шкалу, не так ли? На одном ее конце – благодарность, признание ценности, любовь, радость. И в этом лежит ваше ощущение силы, крыльев за плечами и свобода. А на другом конце шкалы – ощущение депрессии, то есть бессилия, страхи. И эти эмоции сопровождаются вашим восприятием скручности внутри и несвободы. И вы можете пройти все эти эмоции между ними, двигаясь из депрессии, отчаяния, страха, сначала в ярость, потом в злость, потом в меньшей злости, в обескураженность, в фрустрированное состояние, не знаю, что делать, не знаю, чего хочу, потом в пессимизм, в скуку, но затем в оптимизм, затем в надежду, в веру, в ту зону, которая становится все естественнее для того, кто вы такой на самом деле. Вы можете дать сотни разнообразных названий, чтобы описать свои эмоции. А мы хотим вам сказать, что в каждый момент у вас на самом деле есть всего пара выборов – вверх по реке или вниз по реке, то есть почувствовать себя лучше или хуже. И не важно, как называется то место, где вы спускаете свою лодку на воду, там, где вы есть, там и начинайте. В той ситуации, где вы есть, из нее и начинайте. Может быть, вы в середине болезни, а может быть, вы в центре банкротства, а может быть, вы в раздрушенном браке, а может, вы в ситуации, где что-то очень неправильное происходит, а может, наоборот, вы получили бонусы, чуть-чуть обрадовались и чуть-чуть повыше себя подняли по шкале эмоциональной. Так что начинайте, где начинайте. Но где бы вы не спускали свою лодку, то есть не начинали свое движение, у вас всегда есть выбор – это будет вверх или вниз. У вас всегда есть выбор – почувствовать себя чуть лучше или хуже. Найдите ощущение облегчения, то есть высвобождения. Когда вы хотите достичь высвобождения – это ощущение выдоха. Фух, это расслабление. Это значит, что вы хотите отпустить весла и разрешить себе плыть по течению. И когда вы поплыли в своей лодке, вы почувствуете себя свободнее и легче. И этого на момент будет вполне достаточно. Представьте, что вы едете в потоке машин, которые обычно движутся довольно быстро. Но вот вы попадаете в такую область, где движения почти нет, и вы застряли. Вы в дискомфорте, вы барабаните по рулю, вы вздыхаете, вы без движения вообще какое-то время. Но вы замечали, что как только начинается какое-то движение, вы тут же чувствуете облегчение. И даже если скорость еще не очень большая, вы уже не чувствуете себя несчастным, потому что начали двигаться хоть немного, и движение постепенно нарастает. И этого ощущения вам нужно достичь в любом деле. Дайте себе поплыть по течению, когда вы напряжены. Это движение – это поток жизни. Он сам вас вынесет ко всему, кем вы стали. Вы можете расслабиться и насладиться рекой. Часто вы говорите «я здесь, а то, что я хочу, вот там». И когда я буду там, то я и буду счастлива и расслаблена. А мы вам говорим, если это ваша философия, вы никогда не будете там. Вы не сможете там быть, потому что вы несчастны здесь. Если вы несчастны здесь, вы направлены не туда, вы смотрите не в ту сторону. И даже если поток несет вас, это все равно так. Посмотрите с высоты полета на всю эту картину. Люди усиленно гребут против течения. Они повернуты вверх по реке, которая тащит их вниз все равно. Но работа веслами идет очень сильно. Брызги, крики, кто-то переворачивается, никто не наслаждается этим. И пока вы гребете так сильно, вы пропускаете все возможности, которые поток уже выстроил для вас. Потому что то, что вы хотите, всегда ниже по течению. Они тут, их ясно видно. Но вы же смотрите в другую сторону. Вы сфокусированы на другом, вы сфокусированы на своих усилиях. И вы так устали. Вы истощены этой борьбой. Вы пропустили возможности, которые могли быть вам полезны. Вот если бы вы, наконец, остыли и дали себе двигаться по потоку. Это же было вашим намерением. Это все. Мы насладились общением с вами. А у вас теперь есть общая картина. Теперь вы знаете, кто вы. Что вышли вперед, как чудесные создатели жизни. И мы хотим напомнить вам, что процесс создания проходит три этапа. Первый – это запрос. Сама жизнь и контраст жизненный заставляют вас делать это весь день, каждый день. А шаг второй – это когда источник отвечает. И не только отвечает. Источник становится вибрационным соответствием вашему запросу. Он уже не вас чувствует, а то, что вы запросили. Например, он стал соответствием здоровью, которое вы запросили, болезнью. И он так крепко держит это для вас, что не может быть с вами болезнью. Вы должны подняться к нему, чтобы ощутить всю полноту того, чего вы хотели. Шаг третий – это получение. То есть нужно научиться позволять себе получить то, что вы запросили всеми своими предыдущими жизненными опытами. Начинайте там, где вы есть, на малой скорости и в ощущении хорошо. По версии источника, тот, кто вы есть, просто чудесный. И когда вы стоите в том, что вы запросили, закон привлечения начинает отвечать вам на то, кем вы стали. И поток уже установлен. Если вы будете слушать, куда вас зовут ваши импульсы, вы будете точно знать, в каком направлении двигаться. Вы, наверное, в детстве играли в игру с кем-то. Теплее, теплее, горячо. А может, вы играли в нее совсем недавно со своими детьми или внуками. Когда самые маленькие прячут игрушку где-то в доме, а вы ищете. И они вам подсказывают – холодно, холодно. А вот сейчас теплее, теплее, теплее и горячо, когда вы наконец-то нашли, следуя их инструкциям. Вот так в жизни все можно отыскать, если вы будете слушать подсказки или зов вашего существа. Мы хотим вам напомнить, что у вас внутри есть прекрасный инструмент, который называется эмоции. Эмоции действуют по тому же самому принципу, что это игра. Чем вы ближе к тому, кем вы стали, тем вы лучше себя чувствуете. Чем вы дальше от того, кем вы стали, тем вам хуже. Это как вибрационное отношение между вами, вами больше, и вами, вами человеческим существом. Это как навигация в машине. Система знает, где вы. Вы программируете ее, куда вы хотите ехать. И система вам дает подсказки поворот за поворотом. У вас в жизни точно такой же опыт. Вы вибрируете там, где вы есть. Но существо ваше вибрирует по-другому. Оно уже успело впитать в себя все ваши улучшения. И живет то, что вы запрашивали. И живет таким образом, каким вы уже как будто бы стали. И если вы будете слушать этот призыв, то вы будете знать, куда вам направляться. Иногда вы говорите, да, я хочу двигаться в направлении своих озарений. Я хочу двигаться в направлении своего счастья. Я хочу знать, что я благословенное существо. Но из того места, где я нахожусь, из тех ощущений, в которых я живу, я ни малейшего дуновения счастья или благословенности своей не ощущаю. И мы говорим вам, да, это и понятно. Если вы в отчаянии, эти вибрации очень сильно отличаются от вибраций неги, блаженства и вашей ценности. Это настолько далеко, что вы даже не можете услышать. Так как же услышать зов источника? Как он же звучит вообще, если это не песнопение ангелов и звучание арф? Откуда вы знаете, что вы идете в направлении источника вообще? И мы говорим, вы утром можете настроиться на хорошее настроение. На то, чтобы любить. Если вы найдете такой поток, вы готовы будете раздавать комплименты налево и направо. Вы будете чувствовать ценность каждого вашего жизненного мгновения. Вы говорите с кем-то и ощущаете зов источника, как мурашки на вашей коже. Вы только рот собираетесь открыть, чтобы восхититься кем-то, вам уже хорошо. Вот это зов источника. Это ощущение любви. Это ощущение вашей силы. Это искреннее восхищение. Это страсть заниматься чем-то. Это решительность. Уйдите лучше с пути, я все равно это сделаю. И мне все равно, что каждый из вас может думать. Вот так это ощущается, когда вы поблизости от источника. Но если вы в отчаянии, зов источника может услышаться вами как ярость. И тут в помощь вам будет поиск ощущения облегчения. Облегчение вступает в игру. Пользуйтесь им. Поищите возможность этого облегчения. Если вы достигли, возможно, через ярость свое облегчение, признали, что это работает для вас, вы же можете теперь ценить свою систему навигации, значит, она хорошо работает для вас. Правда, ваша семья и друзья, и соседи, и школа, и власти, и сообщество любили вас гораздо лучше, когда вы были депрессивны и бессильны. Вы же не были на пути, вы были беспроблемны. А если вы вошли в ярость, а потом вы нашли вдруг реванш, месть, то они потащат вас на семинар по контролю за злостью. Но вы должны думать о шкале как о возможности продвижения вверх. Если вы чувствуете страх, депрессивное бессилие, вам же дышать нечем. Зато когда вы способны добраться до ощущения ярости или мести, вы хотя бы начинаете дышать опять. И мы не призываем вас добраться туда и оставаться там. Мы говорим вам, что это шаг в верном направлении. Если вы отпустите свои весла, которыми вы гребете вверх по течению, когда вы ощущаете свое бессилие, вы можете обнаружить, что вас вынесло вашим путешествием к тому месту, где ярость и месть уместны. И вы можете это использовать. И если вы продолжите искать мысли получше, а потом еще получше, потом еще получше, и вы продолжите идти вверх по шкале, в конце концов вы обнаружите, что вы уже во фрустрации, а потом вы сможете подняться к надежде и к знанию того, кто вы есть на самом деле. Но вы должны оставить свою борьбу. Невозможно быть победителем, пока вы в битве. Вообще, наша ценность для вас в том, что мы хотим уговорить вас в ваше более приподнятое состояние. Мы не слушаем долго истории о том, где вы и в чем вы варитесь. Вместо этого мы зовем вас к облегчению. Даже там, где вы находитесь, его можно найти. Потому что с нашей перспективы, а мы такие старые, нет, мы давнишние, мы очень знающие. Мы знаем, что вы уже создали прекрасную жизнь для себя, которая всего лишь на расстоянии позволения от вас. И позволение настолько легче, чем вы думаете. Верьте, что вы хорошие. Верьте, что жизнь подразумевалась быть хорошей для вас. Направляйте свои чувства на то, что хорошо. Тренируйте свой ум на веру в самого себя. Тренируйте ум на позитивное ожидание, что все всегда срабатывает для вас. Все в конце концов вырисовывается. Вы не сможете это сделать в один присест, но сможете понемножку. По одной ситуации, каждый раз, когда что-то возникает в жизни. И мир вам поможет. В этом магия. Благодаря закону привлечения, с каждым небольшим усилием по повороту своей лодки вниз по течению, вокруг вас проявится доказательство того, что вы нашли свое облегчение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok